Льгот Новых Репатриантов Пособия на детей от Ведомства Национального Страхования А также сберегательная программа от Ведомства Национального Страхования Поехали! Ну что, мои хорошие, сегодня тем для разбора у нас достаточно много И предлагаю начать со всевозможных пособий А в частности, с пособия на съем квартиры от Министерства Строительства Для того, чтобы помочь новым репатриантам в начале их жизни в Израиле Министерство Строительства предоставляет им право на пособия на аренду квартиры Начиная со второго года после завершения корзины абсорбции и до конца пятого года Неполным семьям новых репатриантов до конца шестого года В течение первого года пособия на аренду квартиры Новые репатрианты получают напрямую от Министерства абсорбции Объем финансовой помощи сокращается в зависимости от количества лет пребывания в стране Финансовая помощь предоставляется автоматически, без подачи заявлений За исключением репатриантов, достигших пожилого возраста в Израиле Давайте взглянем в таблицу Здесь все достаточно подробно расписано Но тем не менее, какие-то моменты я говорю Так, например, с 8 по 12 месяца В первый год репатриации после корзины абсорбции Одинокие репатрианты получают 223 шекеля Семьи 402 и неполные семьи 402 шекеля Во второй год абсорбции одиночки получают 400 шекелей Все остальные 800 шекелей на семью В третий год репатриации одинокие репатрианты получают 400 шекелей Семьи и неполные семьи по 600 шекелей В четвертый год все получают одинаково по 400 шекелей на семью В пятый год репатриации одинокие репатрианты получают 89 шекелей Семьи 99 и неполные семьи 223 шекеля На шестой же год доплаты получают только неполные семьи в размере 134 шекеля в месяц. Надеюсь, тут все понятно. Если остались вопросы, пишите в комментарии, я отвечу на них там. Для того, чтобы проверить, имеете ли вы право на получение пособия на съем и в каком размере, следует обратиться к одной из трех компаний, через которых министерство предоставляет помощь. Это компании Magar, Milgam и Amidar. Их телефоны легко найти в интернете. Также хочу отметить, что если вы во время получения пособия выезжаете из страны от 10 дней до 2 месяцев, выплаты автоматически приостанавливаются. По возвращению необходимо позвонить по телефону звездочка 5442 в Министерство строительства и сообщить, что вы вернулись. И они выплатят вам за предыдущий период, пока вас не было в стране, и продолжат выплаты. Если же вас не было в Израиле более 2 месяцев, то выплаты продолжатся. Но за прошедший период никаких денег вы не получите. Пособия по обеспечению прожиточного минимума. После окончания выплат корзины абсорбции и до истечения первого года жизни в Израиле, при условии, что репатриант все еще находится в поиске работы, ему гарантируются выплаты от Министерства Алии и Абсорбции, обеспечивающие прожиточный минимум. Пособие по обеспечению прожиточного минимума не выдается автоматически, в отличие от корзины абсорбции. Чтобы получить финансовую помощь, необходимо 1. Обратиться к личному советнику Министерства абсорбции. 2. Предоставить все необходимые документы, но при этом важно быть зарегистрированным в Бюро по трудоустройству. Размер пособия определяется индивидуально и зависит от многих факторов. 3. Наричие других источников дохода, состава семьи и т.д. Давайте взглянем на таблицу, в ней в принципе все достаточно подробно расписано, но тем не менее пояснения также имеются. Так, незамуженной женщине 20-25 лет, обязанной отмечаться в службе трудоустройства. Это безработные, получающие низкую заработную плату, проходящие профессиональную подготовку и т.д. Выплачивается 1524 шекеля в месяц, при условии, что ее доход не превышает 2680 шекелей в месяц. Если разобрать ситуацию с семейной парой, предположим, в семье муж или жена работает, а второй супруг нет. Если заработная плата работающего супруга не превышает 3694 шекеля в месяц, то такая семья может претендовать на доплату 2179 шекелей ежемесячно до конца года. По такому же принципу ведется расчет для всех остальных семей с одним, двумя и более детьми. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей, обратите внимание, что отдельно вынесены репатрианты, достигшие возраста 55 лет и старше, они будут получать немного больше. Пособие на детей Ведомство национального страхования выплачивает ежемесячное пособие семьям, в которых есть дети в возрасте до 18 лет. Пособие призвано помогать семьям в расходах на воспитание детей, и его размер не зависит от доходов семьи. Пособие выплачивается 20 числа каждого месяца. В большинстве случаев пособие выплачивается автоматически, на основании данных, поступающих в Ведомство национального страхования из больницы после рождения ребенка. В нашем случае такое пособие составит 150 шекелей в месяц дополнительно. Сберегательная программа для детей Ведомство национального страхования ввело программу «Сбережение для каждого ребенка», участие в которой примут все дети в возрасте до 18 лет. В рамках этой программы Ведомство национального страхования в дополнение к пособию для детей будет вкладывать ежемесячно 50 шекелей на счет ребенка. Деньги будут поступать на целевую сберегательную программу на имя ребенка в пенсионной кассе или в банке. По вашему выбору. Родители смогут добавить к этой сумме еще 50 шекелей из пособия на ребенка. Таким образом, ежемесячный вклад составит 100 шекелей и сумма сбережений увеличится вдвое. Плюс дополнительные 500 шекелей перечисляются на сбережение ребенка, когда ему исполняется 18 лет. И у ребенка появляется выбор. Либо забрать накопленную сумму, либо пойти в армию и забрать накопленную сумму по возвращению. Во втором случае, по окончанию службы на счет попадет еще 500 шекелей, при условии, что ребенок не забрал деньги в 18 лет. Интересный факт. Если в первый год после репатриации в вашей семье родится еще один ребенок, то независимо от дохода семьи, вы будете получать до конца года дополнительно 2491 шекель. Имейте это в виду, если вы репатриируетесь в Израиль во время беременности или планируете пополнение семьи в ближайшее время. Итак, давайте подытожим. Сегодня у нас на канале уже три видео, посвященные льготам новых репатриантов. И, как вы понимаете, это далеко не все, что существует в рамках программы приезда новых репатриантов. И если вам эта история нравится, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. И я с радостью сниму про все остальное новые видео. Увидимся на канале Дневник Репатрианта. Дневник Репатрианта